Постоянно себя заставляют бегать. Это тяжело. Они ставили только один комплект. Я сказал, что это несерьезно для такой команды. Шутили, что у нас сегодня поляна была поинтереснее. Ну, один в один меня ни разу не обыграли в итоге. Как узнал, что эта игра будет? Ты сам, может, попросился в состав или так? Выбирали, кто может поиграть? Ну да, изначально мне просто слухом до меня дошло, что они будут играть, а я в футбол люблю играть. Ну, в принципе, скажем так, знаю МКАЛ. Честно, то есть хотел проверить свои силы на их фоне. У них, в принципе, команда уже такая стала, достаточно умелая, мастеровитая. И я просто написал пресс-футаше Акбарса, которым я знаком. Если есть места, то есть я готов писаться, я готов, все дела. Ну и все потом. Он мне дал номер Бурнистрова, я с ним звонился. Мы сходили там на пару тренировок футбольных. И все. И они мне сказали, давайте-ка приходи. То есть, скажем так, оценили мой скилл в футболе. То есть не просто так тебя взяли, ты еще и просмотр прошел в этой команде? Ну, можно сказать, и так, да. То есть на тренировках лучше, в игре чуть похуже. Расскажи, как взаимодействовал с Рыжиковым? Он был вашим тренером на этот матч? Он вообще часто на тренировки, например, на просмотры приходил или именно на матчи был больше? Да, вот он на тренировке был. И, ну, понравилась тренировка под его руководством. Такая она была достаточно живая, быстрая, бодрая, то есть не скучали, не было никаких таких упражнений, таких нудных каких-то. Ну, то есть он прекрасно понимал то, что мы не готовы, наверное, очень профессионально все это делать, и он так легко ко всему относился. То есть мы продвижались, разнялись, квадратик побили и футбол. Все там на подсказе здесь я был, все подсказывал нам. Ну, очень классно было, мне понравилось. Безусловно, это легенда Рубина и легенда клуба. Когда вообще последний раз был на футболе, вот в Рубине, например, на Рубине? Ну, вот когда сейчас вот после паузы на часа футбола я еще не ходил, а так вот в этом сезоне я ходил на Рубинкрыль и Советов в этом сезоне. Посмотрел на молодого Зиньковского, на Пеняева, один-один, по-моему, сыграли. Вот. У возможности стараюсь ходить, потому что у меня же тоже сезон игры. Плюс пытаюсь выносить с погодой, чтобы было тепло, потому что там сидеть тоже 90 минут. Это достаточно холодно. С приходом Леонидовского я очень много слежу, переживаю. В этом сезоне у нашей команды небольшой спад. Ушли лидеры недавно. Вот. И будем надеяться, что в будущем Рубин будет шуршать в игрокубках. Ну, я так понимаю, что Леонид Фикторович зря не пришел на игру. Там было на кого посмотреть на замену лидеров. Ты и Даня Журавлева, да? Да-да. Нас как самых молодых поставили на фланги, чтобы мы там бровку эту вспахали, отрабатывали вперед-назад. Даня Журавлева, кстати, очень достаточно в порядке прям. У него тоже антропонитерия очень такая футбольная. Он худенький, выносливый. Я-то больше такой хоккей-силовой игрок. Но стоит отметить, что каждое наше красивое движение, выход из обороны, то есть трибуны прям взрывались, когда мы что-то делали такое красивое. Наверное, если там в очко кого-то прокинули и замкало, там сразу все трибуны. Длинная передача, там какая-то пластер в диагональ на метров тридцать. То есть вся трибуна взрывалась, и это было приятно. Мне было маленько тяжело, когда я оставался три минуты до конца первого тайма. То есть я играл первый тайм полностью без замен, 35 минут. И вот бывало, я так на табу уже поглядывал, думаю, когда на триллер хочу раздевалочку отдохнуть. То есть вот это вот то, что играешь без замен, играешь все там 70 минут у вас получилось, это, наверное, самое сложное, да, что вот не похоже на хоккей? Да, да, это самое сложное, и в принципе, то есть кажется, что футбол как будто легче, чем хоккей, но на самом деле вообще колоссально не так. Нагрузка совершенно другая, потому что даже вот в хоккее ты два раза толкнулся, и на этой инерции ты еще проедешь метро десять. То есть если там ничего опасного нет, ты просто катишься на прямых ногах, и все, ты в оборону вернулся, а тут ты два раза столкнулся, и все, и ты на месте стоишься. Тебе надо еще, 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 и постоянно себя заставлять бегать, это тяжело. И бегать-то надо же тоже, ну, не монотонно, то есть не в одном темпе, надо ускориться, где-то сбавить, ускориться, сбавить. Поэтому, я это думаю, да, это было самое тяжелое. И после нагрузки сейчас, вот, мы там списывались, все команды болят ноги, прям, очень сильно. Наверное, есть вот необычное, да, то, что нету силовой борьбы, наверное, тебе было совсем тяжко. Ну, как раз-таки вот наоборот, то, что вот когда на фанге меня пытались продавить, я прям не стеснялся, то есть я ставил корпус от мяча, оттеснял, и вот это, мне кажется, был прям сильный плюс. То есть потом, мне кажется, мои оппоненты поняли то, что со мной лучше в футболистскую борьбу не идти, и они просто пытались меня либо передачи обрезать, либо прокинуть. Вообще, у меня папа футболист, и, ну, он на профессиональном уровне не заиграл, но играл он полюбителем, то есть там где-то по третьей линии, игра был маленький, я всегда сходил на его игры, и, то есть я прям с детства с мячом дружу, то есть я прям зимой, ну, когда сезон кончается в хоккейной, я потом, я папа отправлял в футбольные команды детские, то есть я, у него, ну, много знакомых в Казани футбольные, и в том же Бене, и в других клубах, которые есть в Казани, и я просто проходил сборы с футболистами в июне, то есть, ну, это все равно, я думаю, очень большой опыт, который, да, сейчас мне пригодился, потому что все вот эти вот передачи, техники, там, как выбирать, я все тоже помню, слушал, уникал, и помнится, мне даже предлагали в 12 лет последний раз перейти, мне сказали то, что если там с каким не получается, вот это последняя возможность уйти в футбол, если хочешь, то давай, потом уже будет поздно, то есть это было в 12 лет, в 14 будет уже поздно переходить, но я сказал то, что нет, я не хочу, то есть, менять спорт в 12 лет, я выбрал хоккей, и до конца буду идти с этим спортом. Футбол, то что это просто очень мое любимое хобби, то есть, летом очень часто меня, может быть, увидеть на футбольном поле, потому что я очень люблю эту игру, и не знаю, ну, и вот я к чему это говорю, то что у меня папа играет на этой позиции, и вот он мне очень много наставлений дал перед игрой, особенно учитывая мои кондиции, то что мне лучше не бросаться на игрока, то есть, отдавать ему бровку, то есть, пусть он двигается, двигается, если бросишься, то есть, центр уберут, опасность сразу будет, и все, и, в принципе, то есть, ну, 1-1 меня ни разу не обыграли в итоге, то что, значит, я не бросался, там, мне чужой показывал, показывал, там, качал мне, раскачивал, я ни на что не клянул, но пару гол я все равно привез, пятый гол, моя ошибка, я к ничему не попал, и там забили. Из Амкала, кто самый такой твой любимый блогер, кто самый, ну, за кем следишь больше всего? Ну, сейчас я уже всего возраста, наверное, и в нехватке времени не прям слежу, ну, а когда вот я, скажем так, был помладше, когда вот это все только зарождалось, тогда, да, я следил за Германом, в основном, то есть, он, может, как основатель этого всего, и он не единственный блогер, а сейчас там, в основном, больше уже, ну, профессионал играет, там, Блатов, Чужой, они уж их блогерами-то уже не назвать. Погода немножко подвела, да, был очень снежно, вот как сказалась метель на матче, вот, может быть, тебе было не очень комфортно, или в целом нормально? Ну, вообще, конечно, да, это было поначалу непривычно, то есть, непонятно, то есть, футболисты, да, них все равно, у них опыта-то больше в таких планах, то есть, футбол играет в любую погоду, мы-то играем в футбол, только тепло, у нас, когда есть погода, то лучше там дома посидеть. То есть, думаю, наверное, все-таки, в большей степени это для них было неудобнее, чем для нас, потому что мы все равно, большую часть игры обронялись, и у них, может, в атаке из-за этого что-то не получалось, нам было легче, вот, ну, а так, не то, что мячик, только скользкий, там газон был, в принципе, с подогревом, и было комфортно на нем. Ну, в тот же день, то есть, буквально через пару часов после вашего матча в Москве из-за снегопада сильного, задержали сильный матч, там, Локомотив, ЦСКА, вот пришлось трактором расчищать поле, может, видел, да, у вас как с этим было? Тоже кто-то чистил? Не-не-не, у нас вообще, у нас, я говорю, поле с подогревом, там, снег только падает, он сразу тает, просто газон чуть-чуть мокрый, и все, то есть, поэтому мы даже в беседе там тоже скидывали эти скриншоты, там, смачивали Локомотив, спальтак, шутили то, что у нас в Винниполяна была поинтереснее. Был перерыв, как и чем грелись в перерыве в раздевалке? Ну, я, если честно, так набегался, то, что от меня прям, наверное, пар шел, потому что я вообще не грелся ничем, чай даже не пил, ничего не пил, просто я сидел, выбринул ноги и просто дышал, просто дышал, но мне потом сказали, что начало второго тайма я пропущу, и я там, Дима Юдин, Даня Журавлев, мы остались в раздевалке просто, чтобы туда не выходить, не мерзнуть, здесь мы посидели от второго тайма, потом вышли и сразу вышли на поле, так что, в принципе, было нормально. Ну, мне еще папа по своему опыту подсказал то, что разогревающей мази мне надо растереться перед игрой, и, ну, вроде как я один это сделал, и у меня ноги, в принципе, горели так, потому что ногам вообще не было холодно, только дышать было трудно и все, а так, в принципе, то есть мне было тепло, я бы сказал даже. После игры, ну, есть традиция поменяться майками, я вот не видел, там, повторы пошли, кто-нибудь с кем не поменялся майками, может, знаешь, ты к кому-нибудь подошел из Амкала? Ну, я так просто вкинул, сказал, типа, что, футболка не хотите поменяться, потому что это вообще полный эксклюзив, то есть таких футболок, я думаю, больше никогда в жизни не будет, они с Альдов у них только один комплект, и я сказал, что это несерьезно для такой команды. Ну, ниоткуда без добра, ты теперь с эксклюзивной майкой. Ну да, ну да, то есть я думаю, я эту майку покупать и отдам, потому что, ну, он у меня футболист, им будет приятно.